Привет, я занимаюсь маркетингом, возглавляю СММ агентство 5Cats. Сюда будем смотреть? Возглавляю СММ агентство 5Cats. Мы продвигаем разный бизнес в социальных сетях. Малый, средний, крупный пока не продвигаем, но хотим. Основная специализация это креативное продвижение, то есть мы стараемся оптимизировать цену целевого действия за счет различных креативных механик, вовлечения, ну и многих других. Каждая идея привязывается к определенному инфоповоду, и большинство инфоповодов, они происходят один раз, потом больше никогда не повторяются. Например, рождение сына это 100% такая история, которая, скорее всего, больше не повторится. И это просто было бы... Вообще, знаешь, у меня есть дружище, и он недавно тоже сделал сына, и он назвал его Матвей. Он очень любит мотоциклы, и он сына называет Мот. Типа Мотик, вот. И у меня так жена прикалывалась, типа... У него сын Мотик, и он любит мотоциклы. Ты постоянно занимаешься маркетингом, ты весь в работе, и сына... Мы хотели назвать сына Марк давно, изначально. Вот. Она говорит, что типа назовем его Марк, потому что маркетинг. И тут у меня родилась идея, что типа, а можно отверток сделать прям посерьезки? И у нас начались переговоры, типа, это будет трушная история, и мы его потом будем переименовывать. Потому что мы это обсуждали как вариант. Либо просто сделаем фейк-ньюс. И... Ну, короче, она меня убедила, что трушно — это геморно, потому что надо менять какие-то свидетельства рождений, полис медицинский, там, прописка. Ну, короче, это такая трудоемкая история. Ну, и никакой особо пользы не было бы. Типа, она бы не стала более крутой, если бы мы это сделали по-настоящему. Поэтому мы решили сделать фейк-ньюс. Вот. А как она может помочь? Вот сейчас участники на конференции решали, наверное, проверить правильно, ну, типа, правда, я говорю неправду. И просто по запросу отец маркетинга, первые ссылки вести.ру, риа-новости. И там написано, что типа, Дмитрий Бунчуков, отец маркетинга из Пензы. И там дальше уже описывается сама новость. Этого было достаточно для того, чтобы просто саму фразу маркетинг и Дмитрий Бунчуков в поисковой выдаче повысить ей шансы, короче, на попадание в какой-то контекст. Многие упоминают агентство, многие пишут просто Дмитрий Бунчуков, а там у меня везде есть ссылки на агентство. Поэтому это точно помогает продавать сами услуги. Есть краткосрочная перспектива, есть долгосрочная перспектива. Если говорить про долгосрочную, то повышение органики сайта по выдаче из-за того, что используется упоминание самого сайта FiveCats или ключевиков Дмитрия Бунчукова маркетинга. Потом люди просто приходят, даже не переходя на сайт, они просто могут загуглить Дмитрия Бунчукова, выйти на блог куда-нибудь, выйти на Инстаграм, на Ютуб и оттуда могут перейти купить. Но это долгосрочная перспектива. В пиаре вообще чаще всего используют именно долгосрочные перспективы. Но есть и краткосрочная, такой вот аккумулятивный эффект, который срабатывает где-то за неделю, за две, потом это все рассеивается. Где-то за пару недель у нас получилось с 10-20 клиентов, которые удовлетворяли нас по среднему чеку. Потому что на все пиар-акции очень много приходит мусорного трафика, очень много клиентов, которые хотят за 5 тысяч делать какой-то революционный проект, который изменит всю индустрию и их провальный бизнес сделает успешным сразу. Поэтому около 10-20 клиентов нас устроили. Ну и у нас цикл сделки средний – это два месяца. То есть мы там переговоры ведем, торгуемся, но они торгуются. Мы там комплектуем им. Подписали мы сразу, наверное, чеков 5. Да, ну типа вот у меня было сегодня выступление, у нас это достаточно много, около 20-30 таких историй, но я понимаю, что это вообще не наша тема, не то, чем бы я хотел заниматься, потому что мне нравится построение маркетинга как системы, что мы можем управлять конечным результатом и быть уверены, что наши определенные усилия, определенные вложения, какие-то действия принесут результат, который можем спрогнозировать. А вот здесь вообще непонятно, можем спрогнозировать или не можем. Ну да. У нас были истории, когда мы типа делали и не получалось. Вот, например, мы хотели сделать флешмоб с поддержкой Романа Бордунова, это менеджер авиасейлс. Да, которого уволили, да? Его не уволили, его на 13 суток посадили. А, точно. Вот, это MCI уволили, СММщик. Вот, мы сделали посты, посеяли их с хэштегом «Я, мы, Роман Бордунов». И типа маркетологи, СММщики, все должны поддержать коллегу, потому что типа, ну Головнова же поддержали, вот, мы думали сейчас мы тут комьюнити создадим там вокруг себя, но вообще не зашло, потому что это непредсказуемо. Вот, ну и видимо наш рынок не готов к тому, чтобы поддерживать вот так спеца. И бывали такие еще истории с клиентами, бывали, что мы сделали инфо, то он не выстрелил. А мне бы хотелось так, чтобы я был уверен, что мои определенные действия принесут результат, который я могу спрогнозировать заранее. Вот, а к нам приходит... Ты больше за перформанс, за четкие цифры, за прогнозирование? Абсолютно точно. Но вот эти креативные решения, они могут использоваться, понимаешь, типа, как, например, визуал в таргете, чтобы там цену клика понизить, или как какой-то newsjacking контент, который вовлеченность повышает, опять же, чтобы органические охваты выросли. Ну, то есть, когда ты можешь оперировать цифрами, вот этот подход мне ближе. И мы изначально так и позиционировались, но вот из-за того, что я периодически выступаю с такими темами, нам приходят люди, которые хотят иного-то хайпа. Мы, типа, иногда у нас получается, иногда все кайфуют, но это не тот путь, в котором я себя вижу, как Роман Масленников, например. Вот, это прям его тема, но я понимаю, что я не очень хочу. А ты агентство уже сколько лет занимаешь? Штет лет. И сколько? Примерно месяц. Ну, просто у меня в подписчиках очень много именно маркетологов. Им интересно результативность вообще открыть агентство, потому что я часто пишу сейчас о том, что не идите в агентство, не открывайте, потому что геморно, долго, дорого и маржинальность маленькая. Ты правильно говоришь, да. Ну, я не буду называть конкретную цифру, но это реально геморно, потому что как только ты из SMM-специалиста или из маркетолога превращаешься в руководителя агентства, тебе надо и функции HR выполнять, и функции IT кому-то делегировать, функции менеджмента операционного, стратегического менеджмента, функции продаж, функции контроля всей этой системы, описание бизнес-процессов и, короче, это все сложно. Плюс там, если ты неправильно выставил систему мотивации, то у тебя либо экономика не сходится, либо текучка начинается. Если у тебя нет дисциплины, то у тебя люди начинают там... А наш рынок, он такой, знаешь, типа все креативные, типа дизайнеры, они такие творческие. Вот, если ты им не даешь какие-то рамки, то они начинают... Ну, типа я не верю в бирюзу. Отлетать, да. Да, я не верю в бирюзу в России, и в России абсолютно другая ментальность. И у нас, типа, я не русофоб, но вот этот ментальный код у нас есть определенный. То есть мы... Потому что, знаешь, вот фольклор зашито, типа, лежит на печи, скатерть самобранка по щучьему велению. У нас есть такое вот в нашей ментальности, что если я буду сидеть и ничего не делать, и меня никто не будет трогать, то все будет кайфовенько, и мне потом боженька какой-нибудь подарок даст, и все будет классно. Интересная идея, то, что ты затронут, потому что прямо в Китае тоже, вот почему Китай стал супериндустриальной страной, да, там, и у них экономика растет. Видим, потому что у них код, как ты говоришь, у них другой. То есть они трудолюбивы, они ответственны, вот, и за эти качества, как бы, ну, они, там, за 10-20 лет опередили многие страны, да, там, по ВВП и по тому, как они развиваются. Там, короче, очень много вот китайское экономическое чудо, у него, мы можем долго это обсуждать, у него там очень много предпосылок, и здесь речь, в первую очередь, о построении политической экономической системы. То есть вот они сочетают самые лучшие основы коммунизма и самые лучшие основы капитализма. И вот, например, в России есть такая система построения стартапов Waterfall, типа, когда тебе дают миллиард рублей и говорят, построй, ну, условно, какой-то проект национальный, неважно. И ты вот говоришь, мне нужно 5 лет, миллиард рублей амортизируешь 5 лет, потом ты его построил, и потом оказывается, что за эти 5 лет рынок изменился, спрос изменился, конъюнктура изменилась, и вот этот продукт, который ты сделал, он уже не конкурентоспособен. Как надо было бы делать, и как вот делали бы в Китае? Они бы сделали последовательность итерации. Можно вот сделали что-то, рынок изменился, подстроили модель. Я делаю тему, называю, выйти в поле. То есть не сидеть там планируем годами, а сразу получать отклик от рынка. Именно так. Подстраиваться под рынок, подстраиваться под аудиторию, под конкурентную ситуацию. Мне кажется, ну, и, в принципе, с маркетингом тяжело сейчас в России, потому что у России, у стран СНГ, нету степени той осознанности клиентской, которая должна быть, чтобы заказывать маркетинг-услуги. Потому что 90% клиент не понимает, за что они платят. То есть они все время пытаются привязать к продажам, там, в каком-то более физическом вот этом пощупать. Но 90% маркетинг-активностей сложно привязать к этому. Если ты будучи не отвечаешь за продажи, за бизнес-процесс, еще что-то. Как он прокомментирует эту? Ситуацию в рынке вообще? Да, вот такая ситуация в рынке. Как вот клиенты понимают, что они за что не платят? Как ты с этим борешься, работаешь? Короче, вот у нас есть документ, в котором мы описали 12 типов наших клиентов. И вот они разные. Есть те, которые понимают, за что они платят, понимают, какими параметрами они управляют. Вот, например, когда мы с Dodo Pizza работали, это был прям кайф. У них все структурировано, все систематизировано. И они понимают, что, например, действие по вовлечению аудитории влияет на бесплатный охват, который они получают без бюджета. И это дает им еще один параметр. Да, 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 да. Но бывают другие ситуации, когда какой-нибудь крупный бизнес, стабильно работающий, у которых там есть и отдел продаж, и контроль продаж, и CRM, колл-трекинг. Они анализируют, что, откуда приходят. И бывает такое, что они приходят с какими-то неадекватными запросами. Здесь надо смотреть на то, кто управляет отделом маркетинга. И вообще, насколько... Давай топ-3 неадекватных запросов, которые у тебя были. Первое, да, я люблю такие. У меня их много вообще. В провинции вообще очень много таких. Очень много, увы. Первое, к нам приходил клиент, который хотел строить дома из глины. И они по себестоимости, ну и по рыночной стоимости, на которой они хотели их реализовывать, дороже, чем из пенобетона. Ну вот, типа, самые распространенные это из пеноблоков. И они были там в полтора раза дороже. И когда нам спрашивали, почему, он говорил, ну потому что они, типа, экологичные. И это в провинции. То есть, эта история вообще невозможная. Еще была девочка, которая пришла с брендом одежды. И вот прикольная одежда, она стильно смотрится. Вот, но она стоила... Короче, это, я не знаю, насколько премиальный сегмент. Вот, то есть, ну там могли быть кардиганы за 80 тысяч. И она только начинала их шить. То есть, это ее прям первая коллекция. Вот. Они стильные, в принципе. То есть, продукт прикольный. Но в рынке очень дорогой, очень дорогой. То есть, как можно продать кардиган за 80 тысяч? Это реально. Но если у тебя есть уже бренд какой-то, есть имидж. И если бы к нам пришли с задачей, типа, давайте, построите нам бренд. Мы бы сказали, что это просто очень долго. Ну да, 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 да. Невозможно взять его, построить за месяц, за два, за полгода невозможно построить. Вот. Ну и последний какой-нибудь... Какой-нибудь вот у этого, у Рома Тарасенко есть классный пример про акваланги для котов. Но у меня, к сожалению, такого нет. Как тебе, кстати, Рома Тарасенко? Он крутой, мне нравится. Там интервью интересно делают. Он очень прикольный чувак. Типа, он шарит, он очень... Он же с вископадой работал, да? Да, работал. Или работой ед, не знаю. Раньше работал точно. Он очень начитанный, прекрасно складывает слова в предложения. Это позволяет ему выступать классные интервью, брать интересные. Ну и я был на одном его выступлении, прям слушал от начала до конца. Там есть такие вещи, которые он сочетает из... Ну вот в России есть несколько там крутых спикеров, которые... А какие, например? Балахнин, топ-1. Топ-1. Блин, остальных я, наверное, не буду называть. Вот, Балахнин точно крутой. Как тебе ткачук? Знаешь, да? Да, конечно, знаю. Думаю. Ткачук... Он сейчас вошел в топ по квадхаузу, там, 35. Да, я видел. Я в шоке просто. Ткачук своеобразный. Он точно разбирается в вопросе, о котором говорит. Но, мне кажется, он последние несколько лет работает в таком сегменте, что он немножко не на земле, знаешь? Ну вот, например, он говорит, что любые мотивированные активности типа гивов – это дно. Но, в принципе, по большей части это так, особенно для крупных брендов, особенно для компаний, у которых... Большие бюджеты. И большие бюджеты, и узкая целевая аудитория. Ну вот, я видел примеры, когда люди на гивах не просто там набирали подписчиков, они на гивах очень много зарабатывали. То есть, они собирают гив, продают курс какой-нибудь, и потом еще один гив собирают, еще один курс продают. Да, сидят на этой гивовой игле, как Солодарь. У нее сейчас 3 миллиона подписчиков, я знаю, потому что она встречалась с Косенко, и, естественно, набирает быстро таким образом себе охват и узнаваемость. Я тоже считаю, что, с одной стороны, гив это плохо, я сам участвовал, потом у меня аккаунт просто скатился по охватам жестко, и отключил денег, потом тратил то, чтобы он вернулся по охватам, но единственное, что я получил, плюс, это то, что люди, заходя в Инстаграм, видят количество подписчиков, сразу доверие, фактор доверия, сразу фактор типа, о, крутой специалист, и это важно, мне кажется. В нашем рынке, я тоже думаю, что это важно. Ну и по поводу гивов, вот есть, например, какой-нибудь... Гусейн Гасанов, да. Вот. В таких случаях, например, у Гасанова, у Гузовой, когда аудитория, вся Россия, типа, знаешь, когда ты дашь юмористический контент, кто твоя ца, все, кто залипает в приколы, она огромная, вот, типа, почему бы не использовать гивы, если ца такая? Мне еще один пример, вот, знаешь, Кумар Виоса. Нет. Это маркетолог, который такой качает, выступает активно, да, практика, хорош и классно. Вот у него вначале было позиционирование, то, что нафиг эти гивы, нафиг мне вести социальные сети, у него там 3000 подписчиков на Сагам был, все. Сейчас, что я вижу, 95 тысяч, виду, что гивы, потому что там только 200 лайков, ну, ну, видим, понял, что все-таки надо, вот вопрос, все-таки, начинающему специалисту, это часто вопрос, нужно ли заниматься личным брендом, чтобы иметь себе, там, клиентов хороших. Ну, отличный, отличный вопрос. Личным брендом 100% нужно заниматься, но гивами нет, то есть специалистам гивы точно не нужны, это факт. Если вы не продаете курсы, важный момент, потому что курсы можно продать с гивов, но если вы хотите построить долгоиграющую историю, то, что вот есть запуски такие, знаешь, они запустились, на 20 миллионов продали, создали еще один аккаунт, еще один гив запустили, еще на 20 миллионов продали, и так можно тиражировать до тех пор, пока рынок не выжгешь, вот. Но если ты строишь какую-то долгоиграющую историю и свой личный бренд прокачиваешь на протяжении, там, 5-10 лет, прямо такой, на дистанции, то можно и без гивов наращивать аудиторию реальную, которая будет тебя смотреть, будет читать статьи, будет, там, приходить на твои лекции в Орле и так далее. Топ-5 книг по маркетингу, которые ты советуешь почитать. Маршрут построен. Балахун? Да. Больше денег для вашего бизнеса Левитас. Дифференцируйся или умирай Траут Райс. Котлер, да? Нейромаркетинг. Кора можно почитать? Николас Кора. Или Кора, блин, не знаю, как он. Кора. Читал Гладулу. Кого? Гладул, Малплин Гладул. Нет. Очень классно, мне тоже нравится. Прям мой топ. Какая тема? Ну, у него больше такой, знаешь, типа, книги про, у него есть книга там «Озарение», да, там рассказывает про то, как бренды маленькие конкурируют с большими, какие-нибудь идеи придумывали, чтобы выйти на хорошие продажи. А это классно описывается тоже у Траута в книге «Маркетинговые войны», тоже про стратегию линейного расширения, про атаки с флангов, когда ты берешь какой-то недостаток в компании, который большая компания из-за своего объема не может резко перестроить. Короче, ладно, это точно надо почитать. Последняя, да, осталась? По-моему, да. Можно не из маркетинга, можно какую-то любимую твою, как последнюю. Ну, знаешь, о чем мне кажется, какой книги не хватает вообще в мире? Может, напиши ее когда-нибудь. Не хватает книги, что-то типа маркетинга-ориентированной организации. Сейчас объясню. Вот, например, есть какое-то заведение общепита, и маркетолог должен говорить дизайнеру, что нам нужно для мотивации производства UGC-контента сделать какую-то зону. А потом он должен сказать, что здесь недостаточно света для того, чтобы люди с телефона могли фоткаться, и тоже маркетолог должен говорить это дизайнеру. Если маркетолог говорит HR-отделу, что нужно разработать корпоративную культуру, потому что это снизит наши издержки на привлечение персонала и увеличит продолжительность работы сотрудников компании, это тоже снижает издержки. То есть это называется, по-моему, маркетинг-маркеры? Это когда любая коммуникация, которая идет с клиентом, она оправданная и осознанная? Дело даже не в коммуникации с клиентом, а дело в коммуникации внутри компании. То есть отделы разные, там, продаж, IT, маркетинг, HR, они все должны быть взаимосвязаны. Я считаю, что они все должны подчиняться маркетингу, потому что самое главное, это чтобы бизнес приносил больше прибыли и меньше издержек при этом имел. А для этого маркетолог, который понимает структуру себестоимости и понимает, ну, скажем так, планируемую стратегию роста, может говорить, какие действия применить каждому из отделов для того, чтобы снизить себестоимость и увеличить, например, количество лидов, средний чек, LTV или любые другие показатели, которые влияют на прибыль. Круто, круто. Ну, то есть такой стратегический маркетинг. Да, вот, и, короче, такой книги я не видел, но я бы хотел такую почитать. Это можно соединить, например, из формулы прибыли, из сбалансированной системы показателей, из... Что скрывает кандидат? Есть такая книга по найму. Есть книга, например, «Флаги на башнях» Макаренко про корпоративные культуры. Есть «Пять пороков команды» Ленсиони, Патрик. И вот эти книги, если их как бы все соединить, то мы получим, что бизнес должен быть системой, и каждый элемент этой системы должен подчиняться системе маркетинга. Вот так. Интересно. Такую книгу я бы читал. Что ты можешь посоветовать начинающим маркетологам, которые посмотрят данное интервью, которые хотят развиваться, покупать какие-нибудь курсы, может, скиллбокса, либо самим развиваться? Как, что им делать вообще вначале? Им вначале надо быть уверенными в том, что они хотят быть маркетологами. Потому что сейчас это тренд, и если пять лет назад это было не так, и в нишу попали такие только задроты, которые до сих пор остались, вот это задроты, и мне очень нравится это слово. А сейчас люди сюда приходят, вот, например, к нам приходит масса людей на собеседование, и они говорят, «Мне кажется, это перспективно». Как, знаешь, вот, в 2010 году так выпускали экономистов. Я тоже так же. Или юристов. Да, 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 я тоже по этому говорю. Сейчас так же, типа, это престижно, это перспективно. И я думаю, что если ты не уверен, то будет трудно. Будет трудно, потому что рынок меняется постоянно. Соцсети меняются, алгоритмы меняются, инструменты меняются. Если ты не задрот, если ты искренне не заинтересован в том, чтобы постоянно быть в потоке информации, то будет очень тяжело. А можно с этим справиться, только если тебе это искренне интересно. Поэтому надо сначала больше, прежде чем покупать курсы, надо много гуглить, просто гуглить, даже хотя бы статьи, видосы на ютубе бесплатные. Слушать подкасты, читать каких-нибудь блогеров, Максима Белоусова читать. И тогда человек поймет, это ему нравится или не нравится. Если он себя заставляет, типа, знаешь, вот как, я не могу английский выучить хорошо. Я кое-как могу общаться, там, типа, диалог поддержу, но я разговариваю, как такой азербайджанец, который только что приехал в Россию и пытается в бизнес-комьюнити попасть сразу, знаешь, вот. И я не могу выучить английский из-за того, что у меня не хватает мотивации, я не уверен в том, что мне это вот прям пригодится сейчас. И если у людей такая же история с маркетингом, что они прям себя заставляют, будет трудно. Расскажи про свою настольную игру. Прикольно, я вот видел, следил за тем, как ты ее разрабатывал, ты многих туда топов добавил, меня, к сожалению, не добавил. Блин, я просто забыл про себя, если честно. Вот, расскажи, как она сейчас продается, какой отклик, видел, что Ткачук был недоволен. Да, Ткачук обиделся на нас. Хотя я не знаю, ну, типа, почему, по-моему, не так уж и критично. Тем более, вот, мы смотрели статьи на РБК, по России 1 пишут, Белоруссия, и, наверное, это неграмотно, но... Я когда в Линске выступал, меня тоже, как бы, ткнули на это, как бы... Ну, это я говорю, что, мне кажется, это полуполитический вопрос, это... Я вот так могу просто. Да, спасибо. Мы ее разрабатывали очень долго. Вообще, план был сделать за 3 месяца, мы делали ее год. Делали ее год из-за того, что вот сама технология геймдизайна, типа, сколько баллов надо начислить человеку, какая вероятность того, что он выиграет, если начинает уже с позиции аутсайдера, какова вероятность того, что игра продлится 3 часа или что она закончится 20 минут. То есть должен быть баланс для того, чтобы людям было реально интересно играть. И здесь мы прям долго с ней мучились. Потом вот эти этапы отрисовки персонажей, текстов. У нас было много работы над правилами, потому что правила можно описать так, что нам кажется, что они понятны, потому что мы уже тысячу итераций провели, а человек новый садится и начинает тупить. И мы вот правила переписывали. Вот были десятки итераций с разными фокус-группами, которые первый раз играют, чтобы всем было понятно. Плюс мы согласовывали все эти карточки со всеми скрючком, тоже согласовывали. Но текст, да, он не видел. То есть текст мы написали после того, как согласовали визуал карточки. И заказали тираж. Мы заказали маленький тираж, 500 штук всего, и продали чуть больше половины. И я не знаю, будем ли мы заказывать второй тираж, потому что рынок людей, которые играют на столке, и при этом работают с ММ-специалистами, он маленький, реально, очень маленький. Но это же скорее такая имиджевая история. Я прекрасно понимаю, что мы на этом не заработаем. Если мы все окупим, это будет прекрасно. Если не окупим, это не страшно, потому что это имиджевые вложения, опять же, в долгосрок, которые точно плоды свои дадут. Понял. И последнее, что спрошу, какие у тебя планы на ближайшее будущее? Как ты видишь развитие своего агентства? Чем ты хочешь сам заниматься? С кем хочешь работать? Какие планы? У нас сейчас три направления развиваются. Это само агентство, которое занимается комплексом МСММ. Это продакшн. Мы снимаем фото и видео. И вот это направление, мне кажется, очень перспективным. Не с точки зрения, что оно прям денег может много принести, но оно может в комплексе с маркетинговой стратегией приносить более крутой контент, более крутую упаковку, более крутые сайты за счет того, что мы крутые съемки делаем. То есть это такие два разных направления, но они в связке работают. И пусть одно работает в ноль, но второе за счет этого будет качать. И третье, мы, как и многие агентства, развиваем образовательное направление, разные курсы планируем записывать в этом году по ТикТоку, по личному бренду, по Инстаграму, по креативному продвижению. И вот в этом тоже я вижу перспективу, потому что то, чему учат гиганты, не буду их называть, но гиганты, два года обучения. За два года появится Клабхаус, исчезнет Клабхаус, появится что-то еще, и типа все это время что они будут делать? Уроки должны постоянно изменяться, постоянно записываться, то есть это тоже динамическая такая структура должна быть. А крупные компании, они уже настолько крупные, что, мне кажется, они неповоротливые. И рынок онлайн, маркетинговое образование, несмотря на то, что масса есть предложения, масса есть предложения, но крутых предложений не так много на самом деле. Если вот поразбираться, то есть там десяток, может быть, два десятка, но рынок огромный, и я считаю, что здесь тоже много перспектив. Вот это направление тоже будем развивать. Спасибо за интервью. Спасибо.